Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Недавно я родила, живу с родителями, с мужем в разводе, каждый день в ссоре с родителями, указывают то, что делать, я понимаю их намерение, но с другой стороны ревнуюсь ими к ним. Отец обижается, когда на меня, то отношение к младенцу меняется, сразу отталкивает, мол, возьми своего сына, жди в другую комнату. Я после этого реву, мама давит и говорит, не обижая отца, отец всегда обидчивый, 50 лет на пенсии он. Тут непонятно, ему 50 лет и он на пенсии, или он 50 лет на пенсии. Вот. Ну, то есть, в рамках того, что болеет. Ну, смотрите. Как бы, вопреки вот, ну, тому, что вы описываете, да, вот, вопреки этому, как-то кажется, что вы хотели бы в первую очередь решить проблему с отцом, вот, свою. У вас, ну, вот, в этом смысле, как будто бы довольно много к нему, ну, не то, что прям претензий, да, но какие-то обиды есть на него у вас. И то, что вот вы плачете, когда он на вас, обычно, обижается, вот, хотя, казалось бы, да, ну, если он обидчивый, ну, вы, наверное, знаете, что он обижается, вы почему-то принимаете это на свой счет. Ну, вот, и более того, как-то вот на своего сына это перекидываете, да, то есть, то есть, ну, с чем связано то, что вы ревнуете? Вы ревнуете, получается, своего сына к родителям, а каким образом, как вы к этому приходите, откуда? Эта ревность, в принципе, берется у вас, я имею в виду, да? Вот, это такой, ну, такой, такой момент. Следующий момент, который тоже такой, на мой взгляд, важный, достаточно. Это момент, связанный в целом с вашей жизнью, то есть, вы развелись с мужем, вы родили, вы вернулись к родителям, вы с вами ссоритесь. Есть вот, ну, такое, знаете, стойкое ощущение, да, что вы как-то не очень понимаете, да, куда ваша жизнь идет вообще. То есть, что вы хотите, да, чего вы хотите, как вы хотите, вот, а что вам нужно и так далее. Вот это вот, мне кажется, тоже тут нужно разбираться, да, и вот, как-то налаживать, ну, контакт, да, со своей жизнью вам, чтобы все-таки несколько, ну, несколько, более осознанно действовать, вот, и защищать и продвигать свои интересы, а, ну, сейчас вы этого же не делаете, ну, не делаете, практически, 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 вот. Сейчас больше, вот, ощущение, да, что вы просто ждете, ну, хотите, что делать от родителей своих, ничего, вот, чтобы они вам, ну, разрешили, что, вот, а что именно, правда, я как-то вот не понял, вот, вот, ну, есть вот такое ощущение, есть такое ощущение у меня, что вот вы ждете от их какого-то вот такого одобрения, поддержки в чем-то и так далее. А, понятно, конечно, естественно, понятно, что... Развод, например, с вашим мужем, да, для вас это, вот, прямо, ну, это может быть, прямо, это понятно. Понятно, что вы можете это, ну, довольно тяжело переживать, как-то. Вот, и понятно, что с этими вещами, да, с этими моментами нужно работать, то есть, и прямо помочь вам, как-то вот, ну, прожить, 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 перешить. Вот, и, значит, определиться, вот, с собой, да, ну, как вы, в целом, вообще, в этой ситуации оказались для себя, я имею ввиду. А вот, каким образом вы оказались в этой ситуации вообще, а вот, потому что, ну, вряд ли, вряд ли, вряд ли, вряд ли вы оказались в этой ситуации случайно. То есть, то, что вы описываете, ну, вот, к сожалению, к сожалению, демонстрирует тот факт, что вы довольно потеряны в жизни. И демонстрирует то, что вот вы ищете, как бы, того, кто мог бы вас определить как-то, кто мог бы вот как-то показать вам и так далее, и так далее, и так далее. Из-за чего вы ссоритесь с своими родителями, с ними конкурируете? Они для вас сейчас важнее, чем вы сами. Ну, так, давайте все-таки будем стремиться к тому, чтобы вам становиться важной для себя. В первую очередь. Не, чтобы ставить кого-то на первое место, будь то муж, будь то родители и так далее. Вот. В первую очередь, работать с личными границами, со своей ценностью, с травмами, может быть, которые у вас имеются в отношениях с родителями, в отношениях с мужем. Вот. Увидеть в этом систему сценарий. Жизненный. Вот. И брать свою жизнь без контроля. Вам повезло. У вас есть, получается, для вашего сына, у вас есть дедочка и бабочка, это значит, что вы можете встать на ноги. Вот. Вы можете встать на ноги, вы можете заниматься собой, вы можете, как бы, начать вкладывать в себя, кому-то вам есть, кому помогать. Вы не одна. Вопрос только в том, что вам интересно. Вот. Что же? Задайте такой вопрос себе. Что вам интересно? Вообще в жизни, вот что вам интересно? Вот. Что вас интересует? Что вам нравится? Что увлекает? Что привлекает? Какое значение ребенок для вашего мира? Ну просто, вот значение для меня ребенка. Какое значение для меня ребенка? А какое значение для меня родители? Родители. Муж. Из-за чего я реву? Вот. С чем я сталкиваюсь, когда я реву? Давайте начнем с этого. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Удачи.